Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуй, Олег. Я давно хочу с вами поговорить про тему смерти. Я прочитал книжку психотерапевта Ирвина Ялома, его жены, которую они писали вместе, писали в то время, когда его жена умирала. То есть она во время создания этой книги умерла? Да. Заканчивал он её один. Книга поднимает вопрос добровольного ухода из жизни. То есть это, ну как это называется, автаназия. То есть изначально у людей православных сразу мнение такое, что фу, самоубийство, это там грех, нельзя. Но читая конкретные примеры, начинаешь немного задумываться. Вот, например, он пишет о своем знакомом. Джон был наш близким другом и под конец жизни страдал тяжелой деменцией. Недавно он умер в доме престарелых. В последний раз, когда я приезжал его навестить, он не узнал меня. Он никого не узнавал. Он просто стоял и кричал часами. Как ни стараюсь, мне не удается стереть этот образ из своей памяти. Это мой кошмар смерти. И потом пример жены Ирва. Мерлин кричала от боли в спине. Миелома привела к перелому одного из позвонков. Я перенесла 9 месяцев в химиотерапии, пишет она. А теперь прохожу лечение иммуноглобулином, который убивает мой организм. Я просыпаюсь каждое утро и не хочу вставать. Сколько еще я должна прожить, прежде чем мне позволят умереть? Как с такими случаями относиться к вопросу добровольного ухода из жизни? Ты знаешь, вообще-то Бог создал человека свободным. Он дал ему жизнь. Он сказал, вот тебе жизнь, бери. И ты можешь с этой своей жизнью делать все, что хочешь. Вот как в Ветхом Завете сказано. Веселись, юноша, в юности твоей и ходи по путям сердца твоего в юности твоей. Только знай, что за все это Бог призовет тебя на суд. Ты можешь делать все, что хочешь. Но только имей в виду, что тебе, когда твоя жизнь закончится, придется встретиться с тем лицом к лицу, кто тебе эту жизнь дал. Вольно или невольно, тебе придется отвечать за то, как ты своей жизнью здесь распорядился. Потому что хоть тебе она была и дана, но не ты сам себе ее дал. Она тебе была дана. И она, по большому счету, тебе не принадлежит. Если смотреть трезво на вещи. Но если не я сам себя сделал, то разве то, что у меня есть, мне принадлежит? Вот это моя душевно-телесная организация, вся, с которой я родился на свет и живу. Да, мне все дано. И свобода дана. Я могу свободно пользоваться тем, что у меня есть. Я действительно могу делать с этим, что хочу. В этом-то весь и трагизм человеческой жизни. Мне кажется, что я свободен до такой степени, что я могу даже не спрашивать разрешения на то, жить мне дальше или не жить у того, кто мне жизнь дал. А зачем он мне ее дал? Зачем мне жизнь? А Бог создал меня для себя, чтобы приобщить меня к той жизни, которая живет сам. Как мы говорим, совершенный, блаженный, вечный. Каждый человек приходит на свет для этого, чтобы, пройдя здесь свой жизненный путь, как некую взлетную полосу, успеть набрать такой разгон, чтобы взлететь. И обрести способность лететь. Не упасть, не размазаться здесь по этой земле, а взлететь именно туда, куда тебя Бог призвал в жизнь вечную. Бог нам так об этом и говорит. Жизнь и смерть даю я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Здесь речь идет не столько о земной жизни, сколько о жизни вечной. Сам избери эту вечную жизнь. И если ты избираешь вот эту вечную жизнь, то тогда тебе здесь нужно будет потерпеть все, что Бог тебе ради нее пошлет. Потому что вечная жизнь обретается так, как показал нам Христос. Она обретается через крест. Чтобы оказаться там, где сейчас находится воплощенный Бог, одесную Отца, Бог своим человечеством, своей человеческой природой, находится сейчас прямо там, в лоне Бога Троицы. Это высочайшее призвание для человека. Так вот, чтобы ему оказаться там, ему нужно было пойти добровольно, самому, на самое страшное истязание, унижение, оскорбление, боль невыносимую и мучительную смерть на кресте. Он ради этого стал человеком. Бог ради этого стал человеком, чтобы ему было чем пострадать и чем умереть ради людей. И вот он, обращаясь к нам, говорит, если ты хочешь идти за мной, ты свободен. Но если ты хочешь идти за мной и оказаться там, где я, то тогда отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной. А отвергнись себя, это значит, вот все, что я тебе дал, верни меня обратно. Не присваивай этого себе. Дай мне это, чтобы я сам распорядился твоей жизнью, так, как я задумал. Ты без меня ничего не сможешь сделать. Ты без меня не достигнешь этого твоего высочайшего призвания. Передоверь меня себе. И не спрашивай, зачем, почему, по поводу того, что с тобой будет в жизни происходить. А в твоей жизни будет происходить крест. И иногда этим крестом ты сам для себя и станешь. Когда ты будешь болеть, когда ты увидишь все свои немощи, иногда, может быть, ты будешь ходить под себя, тебя будут волоком таскать, чтобы тебя помыть. А безумие? И безумие нужно будет принимать точно так же, как и любое другое обстоятельство. Когда человек страдает, он страдает не только для себя. Он страдает и для своих близких. И человек сходит с ума не только для себя, но и для своих близких. Если мы просто терпеливо переносим все, что с нами здесь происходит, когда мы решили терпеть до конца, то тогда спасаются все. И тот, кто страдает, и те, кто его терпят. Бог обо всех заботится. Он каждому дает свой крест. Кому-то в виде себя самому, а кому-то дает больного родственника, чтобы мы терпели его таким, какой он есть. И этим спасались. Без этих страданий, без этого креста, невозможно достичь вот того высочайшего призвания, которое дал каждому человеку Бог. Все наши представления об эвтаназии, как о добровольном уходе из жизни, это все результат выродившейся европейской цивилизации, которая совершенно забыла про Бога. Вот про этот высочайший смысл жизни. Когда целью человеческой жизни является вот здесь, сытое самодовольство. Когда ты в здравом уме, твердой памяти, здоровенький, можешь позволить себе любое чувственное удовольствие жить от пуза, получать наслаждение, удовлетворение от своих страстей, это заблуждение. Это глубочайшая неправда. У нас есть такое выражение, если хочешь поработать Господу чада, то есть пожить ради Бога чада, приготовь свою душу во искушение, управь свое сердце и потерпи. Ничего больше от нас не требуется. От нас требуется только дотерпеть до конца. Пока мы живы, пока мы дышим, мы движемся к этой цели, мы к ней приближаемся. То есть каждое наше следующее дыхание и каждое сокращение сердца в руках Божьих. Когда наступит время перестать дышать, мы перестанем дышать. Нас Бог просто перестанет держать. Он заберет к себе нашу бессмертную душу. Но мы должны, находясь в теле, вот в этом немощном, болезненном теле, душой зреть до самой последней минуты и никогда даже не помышлять, покушаться на свою жизнь и самим измерять время нахождения здесь на земле. Это не в нашей власти. И если мы используем свою свободу, которая простирается и на это тоже, и мы можем либо сами покончить с собой, либо попросить кого-то, чтобы нас прикончили, то тогда это грубейшее вмешательство в мой замысел, в замысел обо мне, Бога, и тогда я себя гублю навсегда. Я лишаю себя вот той вечности, ради которой я был задуман. Какие вот там верующие, да? У нас все так просто. А как вот неверующим это объяснить? Вот он же, они же там пишут эту книгу с позиции неверующего человека, они оба неверующие. Он даже пишет потом, моя книга по индивидуальной терапии, которая содержит 85 четко сформулированных советов для терапевтов. Он написал учебник по экзистенциальной терапии насчет смерти, свободы, изоляции, смысла жизни, рациональности, ясность, главные причины, по которым мои книги пользуются успехом по всему миру. И потом он пишет, ну вот он, я мыслю иррационально, вопреки всему, что сам же написал. То есть в конце он приходит к... Приходит к покаянию. Приходит к покаянию. Конечно. Он, но не она. А она-то... Она, получается, погибает, совершив суицид. А она самоубийством, да, покончила жизнь? Ну да, и она вызвали доктора. Да. Так вот, конечно, то, что я сейчас говорю, это ясно, как дважды, дважды, два, четыре, только верующему человеку. Для неверующего человека то, что я говорю, вообще непонятно. Неверующий человек, он считает свою жизнь своей собственностью и считает себя вправе распоряжаться ею так, как ему заблагорассудится. Вплоть до возможности совершить самоубийство. Ирин Ялом, неверующий человек, и он создавал свою психотерапевтическую литературу как человек неверующий. И все рекомендации, которые он там давал своим пациентам, они рассчитаны на людей с горделивым сознанием и культивируют их гордыню, их самонадеянность, их самоуверенность. Этими же идеями была заражена его супруга. И поэтому такой печальный результат. Самоубийство это всегда результат человеческой гордыни. Надо было, наверное, вначале сказать, что вот он многие годы помогал пациентам своим преодолеть страх смерти. А теперь настал как бы его черед. И он столкнулся с тем, что он не мог себе помочь. Он начал испытывать панические атаки, навязчивые мысли. И он своими методами себе помочь не мог. Я пока читал, думал, а как вот вы советуете людям, которые испытывают панические атаки, ладно, панические атаки, окей, зависимости. Вы же героин ни разу не употребляете. Как вы можете людям говорить, отказаться им от героина, не зная, что-то такое? Есть такая поговорка. Для того, чтобы понять, что яйцо тухлое, необязательно есть его до конца. Нужно понюхать. Я, может быть, и не употреблял героин, но я живой человек. Я тоже когда-то жил по страстям. Я и сейчас живу, собственно говоря, по страстям, но я сейчас стараюсь с ними бороться. А когда-то я просто жил по страстям. И к чему-то я прикоснулся. В чем я увидел именно вот такую смертельную опасность не только для своего тела, но и для своей души. И вот тогда я поменял свое умонастроение. И своим пациентам я рассказываю о смерти совсем не то, что рассказывают светские психотерапевты. Я знаю, что я не смогу сам преодолеть страх о смерти. Страх смерти природно присущ человеку, падшему человеку. И что бы человек ни делал, что бы он себе не внушал, какие бы представления о смерти он не культивировал, он не может преодолеть страх о смерти. Он может создать какую-то отвлеченную идейную конструкцию и внушать ее людям. Людям это может нравиться, но ни один из них не сможет воспользоваться этой системой для того, чтобы преодолеть страх смерти. В том числе и сам психотерапевт. Это все не работает. Работает только одно, когда человек соединяется с источником жизни, жизни бесконечной, с Христом. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь, жизнь вечная. Он говорит, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне, я в нем. Он имеет в себе жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Так вот, страх смерти преодолевается только в Таинстве Святого Причастия. Когда жизнь вечная во мне пребывает, тогда никакая смерть здесь во времени для меня не является проблемой. Это перестает быть для меня проблемой. я живу жизнью вечной. Для меня смерть это просто очередной, необходимый, очень важный и даже торжественный этап моей жизни, за которым начинается жизнь вечная. Я для нее живу. Это цель моей жизни. Я живу туда, для того, что будет за пределами смерти тела. Но даже в этом случае я переживаю это с большим волнением. Каждый христианин ждет своей смерти, с каждым днем он к ней приближается все ближе и ближе она становится для него, как неизбежное событие. И как у студента перед экзаменом у него нарастает волнение. Но это не разрушает его жизнь, не разрушает его психику, не лишает его радостной надежды. Это такой где-то даже радостный трепет предвкушения чего-то большего, чем у тебя сейчас есть. Как после госэкзаменов в медицинском институте, когда ты наконец-то станешь самостоятельным врачом и будешь сам лечить людей. Еще был вопрос у меня во время прочтения про жены. Ну вот утрата жены, жена умерла. Как бы тут в их примере окей, оба пожилые люди. У нас на приходе недавно, год назад случилась трагедия, у молодого парня умирает жена, даже молодая, естественно. Все, парень остается один. С трой детей, что ли? Я так думаю, а как погорел, буду этим циником, год-два погоревал. Как сказать, можно ли выстраивать новые отношения? Как с этим быть? Можно ли забыть о своей жене? Не то, что забыть. Можно ли закрыть эту страницу своей жизни и начинать новую? Да. Да, можно. Все зависит от того, до какой степени ты дозрел к моменту расставания со своей супругой, которую ты любил. Ты можешь и дальше жить и держать ее в своем сердце, как свою супругу. Ты можешь оставаться вдовцом, ты можешь сам воспитывать этих троих детей и как-то перестраивать свою жизнь. И ты здесь смотришь просто на свои силы, до какой степени ты дозрел как христианин. И если ты понимаешь, что ты молодой мужчина, что у тебя есть свои естественные потребности, у тебя есть даже желание кого-то любить, кому-то посвятить свою жизнь, кроме детей, то ты волен вступать в брак. Как говорит апостол Павел, вступайте в брак, чтобы не разжигаться страстью. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова